Время погрузиться во тьму Кто заинтересовался, обязательно переходите по ссылочке в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Случилось это около десяти лет назад, когда я сразу после медицинского устроился фельдшером в скорую помощь. Работал я там недолго, суточные смены выматывали, зарплата мелкая, работа адская. Но не суть. Даже за это короткое время навидался всякого. То одна бабка вызывала скорую, потому что у нее черти лекарства воруют, то другая мучилась из-за демонов, вылезающих из потолка. Изначально подобное удивляло, но к этому быстро привыкаешь. Устаешь на смене настолько, что уже совершенно плевать, черти там у бабки, демоны или что-то другое потустороннее. Но вот один случай я помню до сих пор. Идеально помню, прям картинка перед глазами. Даже не знаю почему, но каждый раз, когда вспоминаю, сразу некомфортно становится, даже страшно. Осень, на улице дождь почти весь день, сыро и пахнет увяданием. Около восьми вечера вызов. Мужчина, пятьдесят три года, стало плохо. Подробности нет, делать нечего, выезжаем. К слову, отказать в вызове мы не имеем права, какая бы причина ни была. Со мной врач, Виктор Иванович. Такой, на первый взгляд, стереотипный доктор с седой головой, острым взглядом и аккуратной бородкой. Всегда серьезный и настороженный, шуток не любит, но дело свое знает великолепно. К вечеру мы уже порядком вымотаны, но еще неплохо держимся. Иначе никак, впереди ночь, самая напряженная пора. На выезд едем спокойно, ничего сложного он не предвещает. Останавливаемся у подъезда по адресу. Обычная четырехэтажная хрущевка. В большинстве окон горит свет. Почти все уже вернулись с работы. На улице ветер кое-как перекатывает мокрые листья. Дождь ослабел, но полностью не перестал. Довольно зябко. Поднимаемся на второй этаж. Я тащу ящик с лекарствами. Виктор Иванович нажимает кнопку звонка. Дверь нам открывает женщина скромного роста. На лице смесь волнения, отчаяния и страха. У меня сразу ёкнуло в груди. Кажется, вызов не будет таким простым, как мы думали. Проходите, проходите. Он на кухне. Квартира вполне обычная, ухоженная и светлая. Обои симпатичные, мебель на вид новая. Но при этом ловлю себя на мысли, что атмосфера тут какая-то тяжеловатая. Неприятная. Причем сам не понимаю почему. Даже поёжился. Вот бывает иногда ощущение, что какое-то место тебе не нравится. Не нравится и всё тут. Вот тут именно так. Сразу напротив входной двери комната. Направо кухня. На кухне сидит мужик. Здоровый. Голова с коротким ёжиком. Лицо суровое. Подбородок волевой. И вот этот подбородок у него как раз дрожит. В руках мужик держит пустую кружку. Но ладони у него тоже трясутся. Смотрит в одну точку. А глаза такие, будто он только что из пожара вышел. Подходит его жена и объясняет. Я слушаю и понимаю, что мне самому становится плохо. Мужика зовут Володя. Работает в МЧС. Не пьёт. И даже не курит. Накануне пришёл утром суток. Всё было нормально. Поел. Сходил в душ. Лёг отсыпаться. Жена ушла на работу. А когда вернулась, застала его уже таким. На кухне с безумными глазами. На вопрос, что случилось, долго не хотел отвечать. Но потом сдался. Сказал такое, что жена переспросила несколько раз. Проснулся, смотрел телевизор. Отдыхал. Прихожу в спальню, а на кровати сидит страшное чёрное чучело. И рожает. В спальне жена, конечно, кроме разобранной кровати, ничего не заметила. Зато впервые в жизни, по её словам, увидела, как муж боится. Боится чего-то до дрожи. Вызвала скорую. А что ещё было делать? Виктор Иванович вздохнул. Спросил у Володи. Всё так и есть? Тот кивнул. Я стою молча. И честно не понимаю, что в таких случаях делать. Виктор Иванович меряет Володе давление. Расспрашивает о здоровье. Всё идеально. Ничем страшнее простуды. Никогда не болел. Хорошо. Говорит Виктор Иванович. Пошлите посмотрим. Володя явно этого не хочет, но соглашается. Наверное, надеется, что в спальне действительно ничего нет. Больше нет. Подходим к двери. Первым шагает в спальню Виктор Иванович. Затем, чуть помедлив, Володя. Слышу сдавленный стон. Оно тут. Так и сидит, сука. Да что же это такое? Володя пятится из спальни. Он дрожит уже всем телом. Лицо покраснело. На лбу выступил пот. Виктор Иванович жестом зовет меня в комнату. Вхожу, а самому жутко. А если реально увижу? Но нет. Только смятая постель. Больше ничего. Но при этом чувствую, как тяжело в этой комнате. Не знаю, будто давит что-то. И какой-то гул краем уха улавливается. Виктор Иванович озабоченно на меня смотрит. Он не знает, что с этим делать. Но похоже, что давление и тяжелую атмосферу тоже ощущает. Трясет головой, будто сбрасывая наваждение. А дальше все происходит очень быстро. Володя опять решается войти в спальню. Делает шаг и смотрит на кровать. И я реально вижу, что этот человек не врет. Он что-то видит. Потому что такой взгляд не может лгать. Господи, да что же это такое? Оно... Голос у Володи дрожит. Но он пытается взять себя в руки. Это видно. Я не знаю. Не понимаю. Это страшно. И тут его лицо искажается в ужасе. Ладонью он закрывает рот. А из глаз натурально начинают течь слезы. Оно поворачивается. Твою мать! Оно меня видит! Володя резко разворачивается и убегает. Настолько быстро, что мы не успеваем среагировать. Хлопает входная дверь. Он выбежал на лестницу в домашней одежде, даже без обуви. Я бросаюсь за ним, но в подъезде его уже нет. На улице у машины стоит наш водитель, Толик. Говорит, какой-то мужик вылетел из подъезда и убежал в темноту. А мне даже и ответить нечего. Слов нет. Возвращаюсь в квартиру. Жена плачет. Виктор Иванович ее успокаивает, но разводит руками. Тут мы уже ничего сделать не можем. Смотрит в последний раз на кровать в спальне и бросает мне короткое «Идем». А в глазах тревога и испуг. В машине мы несколько минут сидим молча. Виктор Иванович вертит в пальцах шариковую ручку. «Ты что там видел?» – спрашивает он меня. «Ничего». Но ощущения были нехорошие. Виктор Иванович вздыхает и поправляет очки на носу. И тут говорит такое, чего я от него никак не ожидал услышать. Ощущения-то да. Но когда мы уходили, видел, там в спальне зеркало большое висело на дверце шкафа. Как раз кровать отражается. Я только мельком взглядом зацепился, а там вроде как силуэт какой-то темный в отражении. Прямо на кровати. Второй раз смотреть не стал. Ну его. Если показалось, значит показалось. А если нет, то я и знать этого не хочу. Тут я мог бы сказать, что потом долго не спал после того случая. Но это не так. После суток вырубаешься сразу же. Но я до сих пор помню эту фразу. На кровати сидит страшное чучело и рожает. И до сих пор почему-то очень жутко. Жаль, что мы так и не узнали, что случилось потом с этим Володей. Возможно, ему реально тогда нужна была помощь. Но получить ее было не от кого. Друзья, если вам понравилась страшилка, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!